Добрый день! Сегодня мы посмотрим, как устроена программа Lens Studio, которая позволяет создавать линзы для приложения Snapchat. И разберем, как сделать линзу-карусель с примеркой одежды Try On. Думаю, что многие из вас уже установили Snapchat на телефон и попробовали различные линзы дополненной реальности. Для того, чтобы скачать официальную версию Lens Studio, мы переходим на сайт Lens Studio. Все ссылки будут в описании к уроку. Сразу на главной странице нажимаем «Загрузить». Появляется вот такая форма. Соглашаемся с пользованием. Пишем сюда свою почту, подтверждаем, что вы не робот. И загружаем версию для Mac, либо для Windows. Скачивается и устанавливается программа достаточно быстро. Потребуется сделать еще регистрацию в том аккаунте Snapchat, с которого вы будете публиковать потом вашу линзу. То есть, если вы работаете как бы непосредственно как разработчик для своего аккаунта, то, конечно, разрабатываете ее под своим ником. Если для бренда, то здесь можно уже сразу зарегистрироваться под логином и паролем бренда, который вы будете представлять. Нам сразу на старте открывается вот такой набор темплейтов. Здесь, видите, есть много чего интересного. Ну, например, то, что может нам пригодиться. Это примерка обуви, да, небольшие симуляции текстиля. То есть, какие-то локальные вещи с приближенной симуляцией, динамикой ткани можно попробовать. Это сегментация принта, да, когда вы можете на верхнюю одежду нанести какой-то принт. И то, что мы сегодня будем рассматривать, это темплейт Try On. Запускаем, нажимаем на него, и он откроется. Немножко пройдемся по интерфейсу. В принципе, он похож на что-то среднее между Spark и Unity. Что здесь мы видим? Конечно, у нас основное это окно сцены, да, наш, так скажем, вьюпорт. Как в нем перемещаться? То есть, Alt и левая кнопка мыши я могу крутиться в нашем вьюпорте. Alt и правая кнопка мыши приближаться, удаляться. И зажатое колесико мыши я могу перетаскивать наш вьюпорт по панельке. Слева у нас находится окно объектов. Здесь перечислены все наши объекты, которые находятся в сцене сейчас. Снизу находится окно ресурсов. То есть, это вообще все файлы, которые загружены у нас в проект. Справа это окно инспектора. Когда мы здесь выбираем в окне какой-то объект, у нас в инспекторе открываются его свойства. Ну и, конечно, главное окошечко это у нас превью, где мы можем видеть, собственно говоря, как будет применяться наша линза. Во время работы я рекомендую ставить на паузу. Будет компьютеру легче, чем постоянно рендерить ваше изображение. Здесь можно выбрать другой тимплейт. Например, здесь для Tryon у нас два превью есть. Это на девушку, плюс сайз, и на нашего паренька, с которым мы работаем. Здесь также очень удобно. Можно записать эту нашу линзу, как она выглядит, нажав на значок видеокамеры, либо сделать скриншотик. То есть, как работает наша вот эта конкретная линза. У нас здесь есть карусель. То есть, человек может выбирать предмет одежды и смотреть, как это все на нем сидит. Начиная с сентября 2021-го в Snapchat не используются для одежды риггинг персонажей. Поэтому одежду необходимо настраивать вот на таких условных усредненных фигурах. Где же ее взять? В документации Client Studio есть такая статья про подготовку внешней сетки. Здесь они предлагают делать их в мае, либо в синими. Но самое главное для нас, то что здесь есть кнопочка, которая позволяет загрузить вот этих самых человечков, на которые будет необходимо разместить одежду в Кло, либо в Марвел, и смотря где вы работаете. У нас скачивается архив. В архиве у нас есть две болванки человечков в двух позах. То есть, есть в А-позе, и также есть в Т-позе. Саму позу выбираете в зависимости от того, какая у вас одежда. То есть, например, если у вас какая-то узкая юбка, то лучше, конечно, использовать это на человеке в Т-позе, где у него ноги ближе друг к другу расположены. Но опять-таки, если у вас какое-то платье, там, не знаю, с пышными безумными рукавами, эти рукава будут плохо выглядеть на Т-позе, когда вы будете моделировать это, потому что одежда из Кло, либо Марвелос у нас все равно в любом случае для снэпчата будет вытаскиваться как твердотельный объект. Соответственно, как вот у вас засимулировались рукава наверху, если они там с какими-то складками и заломами остались, то это потом будет не так корректно выглядеть в движении на самом уже конкретном человечке. Выбрать А-позу, либо Т-позу, это уже по вашему опыту, отталкивайтесь от вашей модели одежды. Я сегодня буду делать линзу для примерки конкретного лука бренда Actress. Мы будем делать юбку и лонгслив. Я уже подготовила примерную базовую форму и сюда нам надо поместить нашего человечка. Поэтому я импортирую нашего человечка. Он у нас в формате FBX. Выбираю Т-позу. Здесь оставляем размер в сантиметрах, иначе он у нас будет очень маленький. Нажимаем ОК. Он нас предупреждает, да, что аватар не распознан. Ну и вот так вот все это выглядит. Но теперь требуется подогнать наш лук к новому персонажу. У меня получилось это примерно так. Здесь надо немножко забыть все-таки о классическом конструировании. Конструкция лунгслива у меня далека от жизненных реалий. Надо понимать, естественно, что так как одежда будет адаптироваться под каждую фигуру, то, естественно, выглядеть она будет всегда немножко по-разному. Теперь посмотрим на нашу полигональную сетку. Да, у нас здесь трианглы. Нам это надо будет перевести в квады. Для этого мы выделим все наши детали кроя. Переходим в редактор свойств. Здесь внизу есть вкладочка сетки. И меняем межтайп с триангла на квады. В принципе, для дополненной примерки в снайпчате не обязательно делать ретипологию. Поэтому, в принципе, этого вполне достаточно. Только необходимо еще раз включить симуляцию на несколько секунд. Да, потому что, как мы видим, что после замены межа у нас это все немножко по-другому будет выглядеть. Теперь нам надо подправить UV-развертку. Для этого мы идем в UV-едитер. И разложим наши детальки в правильный квадрат. Важно соблюдать примерно одинаковые интервалы между деталями кроя. То есть, не надо делать вот так вот, что у вас какие-то детали, например, лежат там прям вплотную к объектам, влипают в них, а какие-то очень далеко. Иначе в дальнейшем это вас вызовет проблемы с текстурами и с их расположением на объекте. Собрали что-то близкое к квадрату, потом выделили все правой кнопкой мышки. Нажимаем Fit UV to Zero One. Разместить UV-развертку в квадрат 0.1. И таким образом мы ее упорядочили для дальнейшей работы. Теперь мы уже можем обратно возвращаться в окно симуляции и делать экспорт наших деталей. Я сделаю экспорт всего нашего лука. Да, то есть выделяю все наши детальки. Файл. Экспорт. Файл. Делаем это все в формате FBX. Он более корректно распознается в Lens Studio. Выбираем Single Object. Weld. То есть чтобы детали у нас были, так скажем, сварены. Син с толщиной мы никогда не экспортируем. Пропорции, да? То есть сохраняем нашу фигуру в сантиметрах, как и было у нас изначально. Ну и нажимаем ОК. И отдельно я еще сохраню юбку. В принципе, если вы любите текстурить внутри Клоли по Марвелосу, то можно затекстурить здесь и потом отдельно экспортировать все вместе с картами. Также есть вариант, что вы создаете текстуру внутри самой Lens Studio, когда импортируете туда чистые беленькие объекты. И еще один вариант – это делать текстурные карты через Substance Painter, используя встроенный шейдер под Lens Studio, который на выходе дает три текстурные карты. У меня есть готовый фирменный паттерн от бренда. Он должен быть в формате PNG. Также по его размерам. В первую очередь мы говорим про под текстуры. Power of 2. Проверяем сюда, чтобы текстура была правильным квадратом. Со сторонами, например, 512 на 512, либо 1024 на 1024 для снэпчата. Можно использовать текстуры 2 к 1. Да, тогда у вас будет 1024 на 512, например. Я буду делать текстуру через Substance Painter. Для этого нам надо загрузить наш объект. Идем в File, New. Здесь выбираем темплей. Это уже не тот, которым мы обычно работаем. Да, PBR, Metallic Roughness. А выбираем Lens Studio. Documentation Resolution 1024 нас устраивает. В принципе, это можно будет дальше поменять в нашем файле. Выбираем файл для загрузки. Нажимаем ОК. В Substance на целый лук у меня получилась вот такая текстура. Под этим уроком я оставлю ссылочки на три урока по Substance, где вы можете создать свои текстуры. Если решите использовать эту программу в своей дальнейшей работе. После экспорта с параметрами текстур для Lens Studio у нас на выходе получаются три карты в Substance. Это карта цвета, карта нормали. Ну и общая внутренняя карта Lens Studio, которая включает в себя информацию о распределении света по поверхности вашего объекта. Но мы уже обратно возвращаемся в Lens Studio. Итак, давайте посмотрим, что у нас вообще есть в структуре нашего объекта, размещаемого в сцене. У нас сейчас активен Outfit 2. У нас здесь есть Accluder. Да, это вот тот самый матовый такой человечек, который не позволяет нашей одежде проникать сквозь тело человека, который её на себя примеряет. Ну и отдельно это уже импортированные предметы. Но они импортированы у нас не напрямую, а через последовательность соединения с Body Mesh. И мы сейчас будем это делать. Как говорится, нельзя так просто взять и закинуть одежду из Кло напрямую в Lens Studio. Мы её в любом случае закинем, но помещать в сцену будем в определённой последовательности. То есть я просто беру и наш импортированный из Кло ФБИКС кидаю сюда. В принципе, здесь всё можно оставить без изменений. И второе то же самое. То есть я отдельно ещё сохранила юбку. Пусть будет. У нас получается вот такая стура ФБИКСа, когда он открывается в Lens Studio. И нам надо создать Body Mesh, который мы соединим с нашим объектом одежды. То есть так называемую внешнюю сетку. Для того, чтобы она обеспечила посадку этой нашей одежды на фигуре. Здесь мы нажимаем плюсик в окне ресурсов. Ищем Mesh. И выбираем Full Body Mesh. Сразу её переименую. Пусть это будет Look Body Mesh. Очень рекомендую использовать переименование для того, чтобы вы не потерялись в иерархии объектов. И также, чтобы любой другой человек, который открыл ваш проект, мог легко в нём разобраться. Что здесь у нас есть в этом нашем Body Mesh, который мы создали. У нас, в принципе, они есть уже здесь и внутри проекта. Но рекомендую вам создавать свои для того, чтобы не запутаться. Как видим, здесь они у нас под разные цели переделаны уже. В этом нашем Body Mesh у нас есть варианты того, какие части у нас должны взаимодействовать. Рекомендуется у нас для одежды с длинным рукавом выключать руки. Ну, а дальше мы, в принципе, уже можем посмотреть, нужны они нам или нет. Потестировать в двух вариантах. И выбираем позу нашего Mesh. В данном случае у меня остаётся T-поза. Вы можете выбрать А в зависимости от того, в какой позе вы моделировали одежду на Аватаре в Кло. И нам надо сюда подгрузить нашу одежду. Пусть это будет у нас первый лук. Я иду вниз и иерархии и выбираю самый нижний объект. Нажимаю ОК. Теперь нам надо создать ещё один Body Mesh. И по внешнюю сетку уже подгружаем Mesh от нашей юбки. В принципе, здесь можно отключить и голову, потому что голова у нас не участвует в позиционировании юбки. И также нам надо создать отдельный Mesh, который будет у нас отвечать за наш Аклюдер. В данном случае его здесь можно будет один использовать. Но можно сделать отдельный. Отдельно для юбки, отдельно для всего лука. Я создаю Full Body Mesh. Здесь я уже ничего не буду выключать. Я его переименую в Аклюдер. Т-позу я здесь вставляю. Внешнюю сетку никакую мы с ним не связываем. Теперь, чтобы поместить всё это в сцену, нам надо создать ещё один объект внутри сцены. То есть я встаю на строчку Outfit Controller. И здесь правой кнопочкой мыши нажимаю Create Scene Object. Создать объект сцены. Чтобы было удобнее, давайте удалю все остальные аутфиты, чтобы не запутаться. И мы будем собирать эту нашу иерархию заново. Переименую наш объект. Пусть это будет LookOne. Опять становлюсь на эту строку. И нажимаю плюсик уже в окне объектов. И давайте здесь создадим объект, который будет называться Box. Бокс я этот переименую. Пусть это будет Box Occluder. И сюда в сетку на нашем Box Occluder нам надо подгрузить наш Full Body Occluder. Для того, чтобы создать нашего человечка в сцене. Поэтому я здесь у него на меж нажимаю выбор. И выбираю Full Body Occluder. Нажимаю ОК. Вот наш человечек появился в сцене. Ему можно задать материал из готовых, чтобы не создавать новый. Поэтому на строчке материалов я нажимаю и в окне материал выбираю граф Occluder. То есть у нас появился такой же матовый человек, который был в принципе здесь до этого. Обратно возвращаясь на строку LookOne. И создаем еще один Box для того, чтобы поместить туда наш лук уже. Я его переименую. Пусть это будет лук. И сюда же в меж мы подгружаем. Тот наш связанный Body Mesh с объектом, который мы делали. Выбираю его. У нас объект появился в сцене. То, что нам и надо. Здесь еще рекомендую включить галку смешивания нормали. Тогда у вас будет более адекватно выглядеть посадка на фигуре. Если тут получаются очень странные елочки и прочее, то попробуйте пересохранить. И проверьте обязательно, чтобы экспорт из The Chloe либо Marvelous был квадами. Потому что трианглы здесь достаточно плохо себя чувствуют. Давайте создадим материал для нашего объекта. Я нажимаю здесь на плюсик и иду во вкладку материала. У нас здесь есть очень много готовых темплейтов. В данном случае я выберу Simple PBR. Simple Physical Based Render Texture. Материал у нас создался. Я его переименую. Назову его LookOne Material. В целом на сайте Lens Studio есть очень подробный материал по тому, как создавать различные материалы внутри Lens Studio. Чем эти материалы отличаются. В принципе здесь все можно изучить. Ну и дальше уже применять. А мы давайте с вами вернемся к нашему физически корректному простому материалу. То есть мы можем его настроить. Что у нас здесь есть? Я нажимаю на наш материал и смотрю, что тут происходит. Основные параметры это у нас графические. То есть я могу задать какой-то определенный цвет нашему объекту. Так, давайте сразу его применим к нашему платью. То есть я возвращаюсь на наш бокс с платьем. И здесь уже во вкладке Material могу выбрать материал, который мы создали. Вот он у нас применился. Теперь так будет более наглядно перебирать наши текстурки. Либо сюда могу загрузить какую-то текстуру. Если я использую текстурирование внешнее, допустим, из Клоу, либо из Substance, то у меня уже есть готовые текстурные карты. Ибо я могу просто использовать какую-то картинку. Давайте я сейчас подгружу картинку. Чтобы показать, как это бывает, просто закидываю ее сюда. Проверяю разрешение нашей текстуры. Можно, в принципе, как видите, здесь ее сжать. Для того, чтобы она была поменьше. И будет среднего качества. Теперь я могу ее подгрузить сюда в текстурки. То есть выбрать. И она у нас сразу применилась. У меня здесь Base Color был. Поэтому применилась она так, некорректно. Это если нам надо по-быстрому как-то затекстурить нашу одежду. Параметр металличности у нас характеризует степень отражения. То есть металлик можно добавлять. Сразу становится таким более отражающим. Ну и параметр Roughness. Который у нас, наоборот, отвечает за матовость и шероховатость. Ставим его там 0,6. Но я хочу сюда в качестве текстуры цвета добавить нашу текстурную карту цвета и Substance, которую я сделала. Тоже закидываю ее сюда. Смотрим на ее сжатие. Здесь уже 1024 на 1024. В принципе, тоже можно ее сжать по среднему качеству. Иду в наш материал. И сюда загружаю уже нашу текстурку. Как видите, все уже корректно применилось. Именно там, где оно должно быть. Опять-таки, если бы мы сделали материал обычный, да, физически корректный рендер, выберу его, просто посмотрим по настройкам. То здесь у нас, как видите, уже есть текстура цвета, текстура нормалей. Третья текстура, материал парамс, который как раз мы экспортировали из Substance. Теперь создадим еще один объект, да. То есть опять возвращаемся на наш корень Outfit Controller. Создаем новый объект сцены. Переименуем его в юбку. В нем мы создадим тоже два бокса. Первый бокс также у нас будет бокс окклюдера. Только мы его уже назовем окклюдер юбки. В принципе, можно оставить Full Body Mesh Occluder. Ну, либо использовать отдельно только для тела. В наш Mesh Default я тоже могу загрузить наш Full Body Occluder. Давайте я, наверное, выключу первый лук, чтобы его было видно. На наш окклюдер я добавляю материал окклюдера, который мы делали изначально. Переименовываем наш бокс. В него, как вы уже знаете, нам надо подгрузить нашу юбочку, связанную с нашим Body Mesh, который мы делали. Включу смешивание нормальной. Можем подгрузить материальчик. Теперь для всей этой красоты нам надо создать иконки. То есть для того, чтобы они у нас появились в карусели. Что у нас здесь внутри объекта? То есть у нас здесь помещен уже непосредственно Mesh, который будет отображаться на иконках. Поэтому я удалю сейчас все лишнее, кроме последнего объекта, который так и кричит, скопируй меня. Ctrl D с клавиатуры я его копирую, либо правой кнопкой мыши, Duplicate, включаю его. Внутри во вкладке Edit Mesh, да, редактирование Mesh, мы должны создать новый объектик, новый бокс. Для того, чтобы связать это уже с нашим объектом на иконке. Я его переименую, так и будет Icon Look. Надеюсь, вы еще не запутались в наших объектах. И сюда уже можно в Mesh помещать не тот наш пол-бадди Mesh, а непосредственно наш объект, который мы загрузили из кло. Это касается только иконок. Загружаю первый наш полный объект. Вот он у меня появился в цене. И материал на него я загружаю тот, который мы ему создавали. Поэтому очень удобненько. Я теперь могу передвинуть этот наш айтем, да, для того, чтобы он все-таки был в поле зрения, раз мы там все равно все удалили. То есть объекты перемещения у нас здесь все наверху есть. Можем активировать перемещение, вращение, масштабирование. Поэтому еще раз копирую еще раз этот айтем. Переименуем айтем Look. А этот у нас тогда будет ответственен за юбку. То же самое здесь я создаю бокс внутри. В него также размещаем непосредственно наш межимпортированный. Я ищу нашу юбочку. И также задаю ей материал. Вот, отлично она у нас появилась. Попробуем все это примерить. Очень часто бывает, что необходимо дорабатывать изделие. То есть, например, вкладки выглядят как-то некорректно. То необходимо будет опять разобрать все, перемоделить это все вкло. Поправить конструкцию. Для того, чтобы выглядело все более органично. Ну и обратно все загружать дальше по списку. Конечно, лучше всего работают не такие приталенные силуэты. Потому что примерить одежду, когда она так близко находится к телу, это крайне сложно для рендеринга в реальном времени. Поэтому большим спросом как раз пользуются различные лукавики, аксессуары и все прочее. Но, в принципе, видите, уже даже какие-то узкие вещи тоже смотрятся достаточно корректно. Для того, чтобы ваша линза была доступна для всех, вам необходимо сделать публичный профиль из вашего аккаунта Snapchat на телефоне. Здесь есть подробная инструкция, где найти эту функцию. Просто ее включаете, ждете какое-то время, и она становится активной. Но для этого необходимо, чтобы у вас был хотя бы один true. Поэтому добавляете одного-двух друзей и можете потом включать публичный профиль. Чтобы публиковать вашу линзу, мы здесь из окна разработки идем в Publish Lens. Вас сразу перекидывают на страничку вашей линзы. Здесь необходимо зайти под тем аккаунтом, на котором вы будете публиковать для вас или для бренда. Выбираем новую линзу. Сюда загружаем нашу превьюшку. То есть превью вы можете записать здесь, да, используя значок камеры. И дальше уже заполняйте все поля информации о том, как правильно публиковать линзу. Тоже есть подробный материал. Если интуитивно не получилось, то всегда можно зайти почитать. Мы нажимаем Submit Lens. И, собственно говоря, наша линза будет опубликована. Чтобы поделиться вашей линзой с обществом, можно использовать ссылки, либо снаб-коды. Которые можно поместить где-то на сайте. Когда пользователь просканирует это изображение, он перейдет на линзу. После того, как ваша линза пройдет модерацию, то в нее можно скопировать ссылочку, чтобы поделиться ей в профиле. Либо сделать снаб-код. Снаб-код для вашей линзы будет выглядеть вот так. То есть внутри иконка вашей линзы. Ну и здесь код для считывания с камер телефона.